приветствую всех мы начинаем наш очередной обзор сделок за неделю давайте посмотрим на чем ребята мастер-группы могли заработать и потерять за последнее время рынок у нас майский действует ли пословица sale in may and walk away давайте взглянем на индексы изначально посмотрим на рынок каким он был последние две недели мая значит здесь мы видим s&p 500 который пытался скорректироваться от уровня своего сопротивления примерно 4220 пунктов здесь на более старшем масштабе было похоже на ложный пробой пошла коррекция три дня подряд s&p 500 и снижался в принципе также мы видим здесь дивергенцию по rsi индикатор шел вниз актив шел вверх и вот это движение вниз было стремительным 4240 и 4040 да то есть примерно 200 пунктов процент на 5 актив снизился коррекции это назвать нельзя это можно назвать небольшим откатом от хая соответственно здесь попытки от рисовки ускоряющихся трендов парочка пробита 3 пока держится в общем то и казалось бы ничего не предвещает беды но статистика говорит о том что в мае часто бывают коррекции статистика за много десятилетий отсюда возникла и поговорка которая из международного финансового рынка к нам пришла поэтому вполне себе не удивлюсь если сейчас вот от этой зоны сопротивления кто-то здесь увидит одну из наших торговых формаций вполне возможно еще одна волна снижения туда вниз ниже 4000 пунктов но смотрим смотрим внимательно в общем то здесь все возможно тем более все таки май по статистике мейка месяц коррекционный особенно если перед этим временем рынок и находится на хаях как сейчас что ж за и сын пи наблюдаем внимательно так как он естественно повлияет на все остальные мировые рынки вы наверное заметили за вот эту неделю майскую когда пошло ускорение по сэн пи все рынки ушли в красную зону и нефть ушла в красную зону отвалившись от хая 70 долларов и в общем наш рынок тоже вниз немножко дернулся давайте за этим посмотрим вот когда сша растет с ним с ними растут не все а когда сша падает вот тогда падают практически все рынки и защитных активов нету значит здесь мы на графике нефтянки видим вот такую интересную картину верху у нас есть зона сопротивления 70-71 с половиной а внизу подходит линия наклонная наклонная линия тренда с ноября месяца прошлого года нефтянка росла очень сильно выросла в два раза практически и вот сейчас пытается пробить данную линию тренда можно сказать что пробой был зафиксирован после того как тело свечи закрылось ниже данной линии но впоследствии отскочили к линии наклонной и ближайшие дни будут показательны тоже одна из наших закономерностей которую мы проходим на курсе трейдинг на миллион здесь мы видим ее в действии и вполне возможно что актив развернется с дальнейшим снижением пробив вот эту наклонную вернувшись к ней да и с дальнейшим движением вниз уровень поддержки но здесь в общем-то ближайший качественный уровень находится в районе 60 долларов опять же можно и две линии здесь нарисовать потому что четкого уровня нету значит рисуем зону и вполне возможно движение туда опять же отмена данного нисходящего сценария будет если актив пойдет выше закрепиться выше 69 ну тогда тогда отменяется и линии можно будет стирать пересовывать заново и искать новые точки формации для входа и сигнала дальше давайте-ка посмотрим на наш рынок на нашем рынке у нас был ложный пробойчик уровня 156 от него активно мои ребята заходили в шарты движение здесь в виде abc коррекции составила практически 5000 пунктов и дальше произошел отскок сейчас находится в серединке вот этого диапазона от максимума до уровня минимум отскок опять же не добрались до вот этого уровня 150 я думаю что потенциал снижение сохраняется в целом же хочу напомнить о том что наш рынок именно фьючерс ртс индекс ртс находится в боковике с начала года никуда он так и не ушел начало года вот здесь вот она свечечка начала 4 января и соответственно вот в этом диапазоне актив ходит направленного движения нету но это конечно же связи с долларовой составляющей который мы смотрим дальше но доллар у нас скучный в этом году просто как будто вернулись в середину двухтысячных 2010-е годы когда у нас присутствовал еще бивалютный бивалютная корзина и валютный коридор соответственно доллар очень сильно зажимали он никуда не двигался если вспомнить эти былые годы то вы видите что доллар как открылся в начале года на уровне 74 так на 74 он и находится никуда он не идет пока но это не значит что он не может совершить рывок в случае нагнетения обстановки со стороны западных рынков принятие каких-то санкций хотя я уже не знаю какие они могут быть свифт нам отключить или еще что-нибудь а телефон и и полотнять у всех вот это было бы катастрофа но в общем то смотрим наблюдаем доллар влияние на наш рынок мало оказывает потому что общем то он в боковике что ж по доллару идеи нету но вот по ртс у по нефти по снп идея сохраняется возможен рывок вниз ближайшие недельку-две может быть но до конца мая вот интересно будет сработает ли вечная рыночная поговорка дальше давайте небольшой взгляд на криптовалютный рынок здесь в общем то на опять же дневном масштабе на старшем масштабе мы видим что последние пару месяцев биткоин находится в широком боковике сорок семь тысяч долларов шестьдесят две тысячи долларов и в общем-то он в нем ходит выдохся выдохся боковике не может расти больше потому что вырос быстрее всех раньше а вот другие криптовалюты альткоины как раз таки исполняет ту идею которую я озвучивал еще в начале на стыке 2000 2020 21 в начале года то что альткоины будут догонять биткоин потому что биткоин слишком вырвался вперед у них есть определенный коэффициент зависимости друг с другом и не могут альты лежать на лаях а биткоин лететь просто вверх бесконечно какой-то момент он остановился и в общем-то альткоины его начали догонять у меня даже была такая идея но понятно что можно было просто купить альткоинов но в этом есть риск это направленная так сказать стратегия была идея которая приходит из межбумажного арбитража когда вы видите связь между двумя активами и они один очень сильно актив вырос а другой актив стоит на месте и уверена в том что этот будет актив догонять но не до конца поэтому можно было бы открыть позицию в виде шарта по биткоину и ланга по криптовалюте к примеру лайткоин эфир и несколько других можно даже взять было один актив против корзины других активов для того чтобы сыграть в арбитраж то есть на схлопывание между ними это и произошло если разделить экранчик допустим наверное горизонтально и посмотреть вверху взять биткоин а вниз поставить к примеру эфир то увидите динамику последних месяцев вот допустим март у нас вот здесь вот поставим вертикальную линию и март поставим здесь и вот так вот мы их возьмем да но вот смотрите один актив боковике второй очень сильно вырос то есть 1600 эфир вырос на 4 400 то есть два с половиной раза поэтому идея с арбитражем здесь межбумажным сработала бы идеально шорт биткоина ничего бы не дал но то есть он был бы около нуля а по эфиру лонг очень сильно бы дал денег но это более безопасно на мой взгляд у идея была нежели просто взять там ланга по эфиру потому что он мог и вниз пойти но в общем такая идея была кто-то из ребят воспользовался это вам на подумать так скажем потому что криптовалютный рынок он все-таки новый и не объезженный еще непонятный для многих но идеи которые возникают с рынка классического финансового с опционов с арбитражного рынка в общем-то они пытаюсь я их проецировать и использовать и смотреть что получится то есть исследования различных применения различных финансовых вариантов действий исследуются и в общем-то я вам оперативно них докладываю что же идем дальше давайте перейдем к сделкам ребят в общем-то рынок сложный поэтому супер сделок наверное не ждите есть и убытки значит здесь мы видим середина мая до седьмое число сейчас на середина мая до это сделки за последнюю неделю седьмое число соответственно по нефти здесь трейдер торговал у нас сложный пробойчик показывает на 15 минутки на врезочки уровень в общем-то и далее две попытки в лонг неудачные здесь получается по стоп лоссу 15 пунктов затем 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 вход еще раз и опять стоп ну и в общем-то актив потом дернулся немножко вверх на этой команда цели бы трейдер бы не дошло и провалился опять вниз то есть хорошо что здесь как бы дальше трейдер не упорствовал в своем начинании а то получил бы еще больше убытку вообще день непонятный да вот смотрите на врезки тоже то есть проваливается 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 потом только отскакивает вверх по нефтянке дело сложное системные стопы главное вовремя остановиться дальше мы видим здесь все четко интересно это евро рубль валютная пара здесь мы видим удержание горизонтального уровня открыта позиция на понижение закрыта плюс 100-180 пунктов каскадом и второй раз от этого же уровня опять-таки позиция открыта и далее закрывается каскадом здесь до плюс 340 пунктов здесь очень красивый каскад четкий и эффективный но здесь можно сказать что торговал сложный пробой максимум дня в общем-то позиции полностью были закрыты вот здесь все красиво здесь конечно четко трейдер отработал актив евро равно как и доллар торгуемые вполне можно ими оперировать дальше мы видим золото кто-то решил немножко заработать на золоте предыдущий день мы видим лонг на продолжение тенденции но вечерняя сессия как бы международные рынки также заснули и пришлось выйти в безубыток спустя аж пять часов удержания позиции никуда рэнк не пошел трейдер закрылся следующий день повторение истории опять же пробить уровне максимум предыдущего дня закрылся и тут как понеслось вверх но уже без него обидно до слез конечно же но что поделаешь часто бывает так что как бы рынок выглядит слишком спокойный вот так вот ты не понимаешь ничего не происходит нужно уезжать да ну его закрылся без убыток приезжаешь смотришь а там такого движуха но она могла быть конечно и вниз это видимо статистический всплеск 15-30 статистика часто выходит из сша и в общем то трейдер но либо по стопу вышел с другой стороны да ну либо вот поймал бы движуха наверняка его take profit и стояли как раз на уровне где-нибудь 1840 около того что ж ничего не поделаешь здесь как бы эти слайды убытков нет и прибыль нет здесь слайд посвящен недозаработанной прибыли едем дальше дальше у нас нефтянка здесь тоже показан важный зеркальный уровень ну хотя я поспорил мне кажется это уровень запиленный потому что вот эти кружочки показаны симпатичными а то что за кадром осталось да вот эта пила когда уровень зачеркнули вот здесь вот пила уровень зачеркнули это как-то трейдер знаете так умыкнул и убрал в амбар подальше от глаз людских значит в итоге заходит позицию и профит берет профит хороший каскад отыгран хорошо но вот что за формация в этой ситуации и системная лето сделка это большой вопрос я думаю в этой ситуации нужно посмотреть конечно же на базовый актив нефтянку который в трейдинг фьюти кирикойл и сравнить картинку там и здесь возможно там все-таки был какой-то более четкий уровень от которого можно было торгануть здесь если честно я не вижу рынок все время куда-то движется даже если сейчас именно сейчас прям вы возьмете подкиньте монетку орел лонг решка шорт любой из вас может заработать но это не значит что в этом есть системность поэтому даже если есть профит мы ребятам указываем на то что сделки иногда не системные и стоит придерживаться ее для того чтобы у вас долгосрочной перспективе был плюс они просто в течение одной сделки одного часа одного дня далее мы видим удержание горизонтального уровня на фьючерсе на доллар рубль на врезке это выглядит еще более эффектно 73 900 уровень удержали в начале правда трейдер у нас пошел на пробитие вот такой наклонный максимально приближенные горизонтальной оси думал что дальше польются вниз но не тут то было и здесь трейдер у нас делает сальто переворачивается вверх вовремя потому что увидел удержание горизонтального уровня и смекнул о том что дальше пояс не пойдет просьба освободить вагон и поэтому здесь нужно было выходить как минимум ну и как максимум переворачиваться вверх на то были основания ложный пробой минимума вчерашнего дня трейдер заходит у нас восходящее движение стоп в рамках нормы ну и далее шикарный каскад помогает закрыть позицию в профит нивелировав убыток предыдущий по стоп лоссу и выйдя в плюс такая трудовая сделка здесь трейдер хорошо среагировал молодец дальше мы видим фьючерс на золото золото покоя не дает я никогда не говорил о том что золото является часть нашей торговой системы потому что мало на нем сам торговал и дмитрий николаевич черемушки на нем мало торговал поэтому мы создатели нашей торговой системы не можем утверждать что на данном активе система работает да когда волатильность высокая иногда формации срабатывают но в целом это большой вопрос поэтому потому что золото очень часто засыпает то есть такой персонаж который идет идет бодрый 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 потом раз встал и уснул просто прошли сутки он проснулся опять куда-то пошел то есть характер у золото такой не ритмичный какая-то аритмия на нем то движуха то сон то движуха то сон поэтому сложно с ним иногда я бы сказал что интересно на золоте между дневные какие-то сделки позиции внутри дня не знаю но ребята пробуют свои силы тренируются здесь позиции на продолжение тенденции была открыта по стоп лоссу трейдер вышел дальше ртс на ртс и у нас получается боковик на самом деле то есть смотрите уровень гэпчика дальше его пересекли сходили сначала вверх потом сходили резко вниз потом сходили вверх потом сходили вниз если точку открытия вот так вот запиливать многократно обычно говорится о том что да никуда рынок не пойдет он скорее всего будет находиться в боковике вот поэтому в такой ситуации рекомендуется отчертить максимум минимум и дальше пытаться торговать от этих уровней на возврат в середину боковика то есть как бы разворотной конструкции трейдер у нас же пытается все время торговать трендовые получается в лонг по стоп лоссу в лонг по стоп лоссу в итоге актив все-таки ушел в середину диапазона но затем получилось движение как бы из старшего масштаба то есть на данном мелком масштабе внутри дня данной наклонной линии не видно но на врезке более старшего масштаба мы видим длинные а между дневный тренд который пошел на пробой и вот этот пробой трейдер отыграл увидев во время на врезке на другом мониторе соответственно пробитие между дневного тренда решил зайти в такую между дневную формацию вот здесь и это ему дало профит хорошо во время углядел хотел даже взять больше еще тысячи или может еще двести пунктов на контракт но пошел отскок позиция была полностью закрыта по подтянутому стоп лосс вот здесь вот в целом действие правильное по дню в итоге плюс такое бывает такой бывает интересный день когда внутри дня у нас был боковичок и признаки боковика но потом пошла реализация реализация формации старшего масштаба и более крупные игроки которые торгуют там по пятнадцати минутки по часовику по двум часовикам конечно же пошли на пробой и в итоге мы увидели вот эту реализацию в которой трейдер поучаствовал вовремя увидел формацию старшего масштаба это тоже за это можно похвалить дальше мы видим сбербанк фьючерс здесь у нас в общем-то двойная вершинка пропущена классная конструкция 500 пунктов вниз улетела можно было взять хороший профит затем отскочили на продолжение тенденции трейдер вставал позицию но не тут то было выбило по стоп лосс в общем то здесь сигнал был на мой взгляд красиво все смотрелось тысячу раз мы видели такие наклонные которые отрабатывались в этот раз не получилось системный стоп лосс в общем-то принимается нормально далее мы видим значит с вами фьючерс на нефтянку здесь опять же стоп лоссы на продолжение тенденции позиции открывается дальше по стопу еще раз вверх от предыдущего максимума еще раз по стопу но в этой ситуации стоит во-первых с базы актив смотреть конечно во вторых общую тенденцию рынка до куда все-таки рынок идет на мой взгляд он за последние дни шел хотя 10 числа но по-моему все равно вниз шел до от 70 и и с опаской нужно торговать вниз движение да если общая тенденция восходящая так и что еще хотел сказать то что наклоны надо здесь было перерисовать впоследствии вот так вот и посмотреть на вот эту точку может быть там был еще был еще сигнал вот но в целом желательно чтобы конфликта масштабов не было если общая тенденция восходящая вы торгуете тенденцию внутри дня тоже вверх тенденция очевидно отзывающие на ч Acabada вы торгуют тенденцию вниз иногда бывает конфликт когда у вас сигнал внутри дня вверх а общая тенденция между днем вниз ты очень это хорошо нужно очень осторожно торговать выбирать формации с минимальные стоп лоссами в такой ситуации Дальше мы видим фьючерс на РТС Внутри дня, боковик Амплитуда колебаний очень низкая Потом вроде как вырываются вверх Из этого диапазона Дальше формат на продолжение тенденции В лонг по стоп-лоссу Дальше перерисовка наклонной линии Еще раз в лонг И закрытие около нуля Почему-то Можно было перезайти Трейдер пишет третий раз Но точка входа была за одну минуту До клиринга двухчасового Вход пропустил Ну бывает Ничего страшного Расстраиваться не стоит Здесь совсем небольшие минуса Поэтому движения нормального нету Все, как бы закрыли И дальше высматриваете новую формацию На этом либо смежных активах Далее Здесь мы видим нефть Здесь мы видим горизонтальный важный уровень К нему отрисовалось удержание его Двойное донышко такое И далее актив дернулся вверх Кажется, визуально движение очень маленькое А на самом деле, видите, здесь можно было закрыть И 30, 40, 45 пунктов на контракт Что очень неплохо В общем-то, затем перед открытием США Позиция закрыта Ну и, как мы видим, абсолютно верно Точка сохранения прибыли трейдера спасла И, в общем-то, дальше ушли вниз А если бы трейдер не закрылся Перед США выбил бы по стопу Следующий слайд посвящен фьючерсу на РТС Здесь мы видим, опять же, междудневная конструкция Как мы видели до этого У другого трейдера пробой пошел Можно было в нем участвовать Здесь трейдер не стал Дальше дождался отскока После сильного вот этого слива Пошел на пробой Но не тут-то было Трейдер в ловушку рынок поймал Потому что наклонная в моменте была пробита Трейдер на это среагировал Тут же свечка втянулась внутрь Пришлось срочно эвакуироваться Из данной сделки и закрывать позицию И стоп, кстати, не маленький Волатильность высокая Посмотрите, какие свечи Размером по 200-300 пунктов здесь Очень волатильный рынок Вдвойне осторожным нужно быть Когда вы такое видите Далее Фьючерс на РТС Максимум дня Позиция открыта И И Почему же он ее закрыл? Потому что клиринг, видимо, испугался Тогда вопрос к трейдеру Зачем открывать позицию За 5 минут до клиринга Перед которым ты обычно закрываешься То есть за 5 минут до клиринга открыться И за 2 минуты до клиринга закрыться Ну то есть на реализацию сделки Дать всего лишь 2 минуты Рынку Ну так не работает Если уж открылся Значит держи Цель бы здесь дали, кстати Если Привык Закрываться перед клирингом Тогда открываться нечего Нужно быть последовательным Далее Удержание горизонтального уровня Произошло такое Корявенькое Но В общем-то Трейдер посчитал, что пробой В моменте Зашел в позицию Опять же здесь немножко странное действие Буквально за В данной ситуации За 6 минут до открытия США Позиция открывается И за минуту до открытия США Позиция закрывается Ну она может и по стоп-лоссу, конечно Но тем не менее Все равно Важное событие Перед которым открываться нечего Поэтому, скажем так Пользуясь Грамотно пользуясь Теми правилами Которые установлены В нашей торговой системе В системе Не было бы сделки Не здесь Не здесь Даже вот просто Потому что Здесь перед клирингом Здесь перед Америкой Мы не открываемся В итоге Здесь около нуля Здесь минус Но можно было их избежать Хорошо Помня И используя те правила Которые у нас имеются Изучайте правила Торговой системы И используйте их Все просто Дальше Здесь мы видим Евро, рубль 12 мая Позиция открыта Почему? Врезка нам Это пытается Продемонстрировать Плохо очень видно Конечно Двойка за врезку Но вы бы еще Меньше сделали Так свечей не видно Какой-то здесь уровень Вроде как сопротивления Был Потом уровень стал Уровнем поддержки И в очередной раз К нему пришли И в этой ситуации Трейдер принял решение Я бы назвал Это мутная сделка В прямом И переносном смысле Я вижу С Forex.com Берется валютная пара Евро, рубль Это неправильно Нужно брать Всегда Первоисточник Первоисточником Торговли Валютной пары Евро, рубль Центральный банк То есть Московская биржа В итоге Берем Исключительно Базовый актив С валютной секции Московской биржи Его используем При принятии решения В торговле Фьючерсом На данную валютную пару И тогда Все будет четко И скрины Делаем тоже четко Если не умеете Сделать врезку Качественную Значит присылаете Слайд Полноразмерный Хотя и врезку Сделать качественную Труда не составляет Учитесь Учитесь работать в пейнте Прежде чем Заниматься трейдингом Дальше мы видим Фьючерс на доллар-рубль Здесь мы видим Максимум Текущего дня К нему пришли Нарисовали Аккуратненький Ложный пробойчик Позиция открыта Стоп в рамках нормы Теки взяты Теки взяты Все нормально Трейдер закрылся Дальше вышла статистика Это видимо тот же день Который мы видели ранее В 15.30 И произошел этот полет вверх На 500 пунктов Ну грамотно Что я могу сказать Трейдер успел закрыться Системно Прежде чем Вот этот всплеск Произошел В общем-то Тейк профиты У нас в рамках системы Небольшие Внутридневные Поэтому Они и созданы Для того Чтобы трейдер успевал Закрываться Прежде чем Какие-то события Происходят Статистические Либо Новостные Дальше мы видим Фьючерс Опять же На доллар-рубль Валюты много Торговали за последнюю Неделю Она двигается технично Здесь пробитие Вот такой Линии наклонной В продолжение Тенденции Вот так вот Это внутри дня Выглядело Позиция закрыта Каскадом Здесь Не убавить Не прибавить Все хорошо Комментарии Не знаю даже Какие дать По данной сделке Потому что Она отличная И в целом Все хорошо Когда трейдер Видит тенденцию Когда трейдер Действует системно Когда он хорошо Запомнил Системные правила И все фильтры И точки сохранения Прибыли Которые мы даем На нашем основном Локомотивном курсе Трейдинг на миллион Тогда и проблем Мало Трейдер Минимизирует потери И дает прибыли Течь Если же трейдер Двоечник Плохо учился Или если трейдер Вообще не учился И пытается Познавать рынок Самостоятельно Ну проблем Не оберетесь Пройдете путь Самурая Который прошел Я в свое время Четыре года В убытках Четыре года Подряд в убытках После этого Да научился торговать И вы научитесь Ну положите на это Четыре или пять лет Тогда научитесь Либо сократите Свой путь Курсе трейдинг на миллион Который стартует у нас Совсем скоро И в рамках данного курса Как раз таки Вы изучите торговую систему Если у вас еще нету Опять же Здесь вы платите За ускорение процесса Самостоятельно Вы можете научиться Вы можете посмотреть Все видео на нашем канале Которых уже наверное Около девятисот Вы можете посмотреть Другие каналы Наших коллег Трейдеров Которые в большом количестве Представлены на ютюбе Там может быть Не сто процентов Полезной информации Какой-то процент есть Есть Вы его вычлените Посмотрите Научитесь Создадите Торговую систему Либо из нескольких Торговых систем Возьмете лучше Это процесс Который можно запустить Который наверняка Из вас многие уже запустили И в нем находится Но можно сократить Это дело Поучившись на курсе Курс у нас развивается Как я и говорил В предыдущих видео Раньше он назывался Активный интродей Курс длился Две недели Соответственно Сейчас Это трейдинг На миллион Два ноль В котором уже занято Очень много Преподавателей Трейдеров Действующих И курс Сейчас Вип-версии Действует Уже Семь недель В течение Семи недель Вы В течение Первых недель Проходите теорию В рамках которой Мы рассказываем Вам как торговать Что торговать То есть самых азов То есть в принципе Вполне Можно прийти И с нуля На данный курс И затем Уже во второй половине Теоретического материала Я вам подробнейшим образом Расскажу Про торговые формации Про систему Про подсчет волатильности Как определить Трендовый день Как определить Боковой день В какие дни Лучше в рынок не влезать В какие лучше наоборот Сидеть до победного А также Торговые формации Которые у нас есть Как трендовые Так и разворотные Различные точки Сохранения прибыли Различные Поясняющие материалы И Затем Мы перейдем с вами К практике Как в группе Стандарт Так и в группе ВИП Имеются Недели практики В рамках которых Вы также получаете Дополнительный материал Новый Теоретический Ну и параллельно С этим Мы смотрим Как вы Предваряете В жизни То Чему вас Научили Как вы Торгуете Насколько Качественно Вы это делаете Какие ошибки Вы совершаете Какие Совершают ошибки Ваши коллеги Корректируем И через неделю Вновь смотрим На вашу торговлю И корректируем До тех пор Пока Не вычистим Все ваши Проблемы Из понимания рынка И Из технического Анализа Который Возможно у вас есть В итоге Я вижу По динамике Трейдеров Она очень сильно Улучшается От первого дня Когда трейдер Только первую Свою сделку Совершает По данной системе До последнего Занятия Когда В общем-то Я вам даю Наставление на будущее Поэтому Эффективность курса Я оцениваю Как очень высокую На Варианте 2.0 Который С начала этого года Действует У нас Добавлены Мастер-классы По посвечному Разбору Мастер-класс По психологии Работы На фондовом рынке От нашего Любимого Шефа По дилингу У него Большой опыт Работы С мастер-группой И дилингом Поэтому Кейсов Достаточно Для того Чтобы В течение Всего занятия Вам их показать Рассказать Что вы могли Применить Данные техники Для улучшения Своей торговли И по рынку Криптовалют У нас тоже Есть отдельное Занятие На котором Один из моих Лучших учеников Сергей Ведущий Примаркета Рассказывает Подробно О базах И основах Рынках Криптовалют И показывает На своем Примере И примере Ребят Как те Торговые формации Которые вы изучаете На рынке Форд Применимы К рынку Криптовалют Рынок Криптовалют Сейчас В фаворе Биткоин Штурмует 60-65 тысяч Долларов Эфир Штурмует 4400 Долларов А напомню В начале Гаевский Брал по 900 И в общем-то Чем быстрее Вы изучите Эту тему А данный курс Предполагает Изучение В течение Одного занятия Басы основ Крипты Тем быстрее Вы сможете Заработать И на этом Рынке В том числе Поэтому Программа Просто безумно Интересная Очень много Нового Вип-участия Я вам рекомендую Как максимально Полное После которого Вы также Еще сможете Продолжить Своё Как обучение Так и Торговлю С разбором Сделок В Мастер-группе Смотрим Товарные карточки Группа Стандарт Группа Вип Участие Экспресс Вариант Это просто Теоретический Материал Ну а Группа Стандарт Подразумеваю Три недели Теории Две практики Группа Вип Три недели Теории И четыре Недели Практики Лично Со мной Предлагаю Вам Данный Курс Для того Чтобы сделать Свой первый Шаг Или может быть Второй В рамках Торговли Торговли На фондовом рынке В рамках Торговли На срочном рынке Что ж На этом У нас На сегодня Все Спасибо большое За внимание Если какие-то Вопросы есть Или темы Для ближайших Видео Выпусков Можете написать В комментариях Не забывайте Подписываться На наш Ютюб канал На наш Канал В телеграме В котором Также публикуются Много полезной информации Сделки Ребят И конечно же Ежедневный Примаркет Сергея На этом На сегодня Все Спасибо за внимание И скоро Увидимся Всем счастливо Пока